Веком, веком It's time to get up Веком 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 И надеюсь, что на этой неделе старания лучшего кулинара и хозяина будут достойно вознаграждены. Давайте вспомним, как выступили хозяева прошедших дней. Познакомились наши участники на гавайском вечере у водителя такси Ангелины Миллиаранской. Ко всем блюдам, поданным к столу, у гостей были небольшие замечания. А вот гавайский футбол на развлечении не понравился никому. Что и отразилось на оценках Ангелине. Антиквар Максим Тарасенко провел свой званый ужин вторым. Поданные им к столу блюда были простоваты. А вот развлечение с поиском клада никого не оставило равнодушным. Однако высокая оценка за ужин Максима была только одна. Вечер среды прошел у экономиста Алексея Галина. Его блюда очень хвалили Анна и Слава, а вот Максиму с Ангелиной ничего не понравилось. Разного мнения герои были и о развлечении, на котором Алексей исполнил свою песню. Неудивительно, что в оценках званого ужина гости разошлись. У артиста-эксцентрика Славы Федорова ужин прошел в четверг. Слава очень хотел поразить гостей своими необычными блюдами. Однако им понравился только десерт. А развлечение, выступление хозяина собственной песней, произвело на участникам неизгладимое впечатление. Однако все оценки старанием Славы были занижены. Особенно постарался Максим. В итоге с результатом 260 баллов Слава занимает третье место. А лидирует на данный момент, естественно, Максим Тарасенко. У каждого из вас есть участник, за которого вы болеете. А вот у меня любимчиков быть попросту не может. Я обязан одинаково ровно относиться ко всем героям. Но, признаюсь, глаз мой радуется, когда я вижу дизайнера Анну Котикову. А я думаю, Анечка обязательно нам покажет фотографии своего мужа, своих детей, няни детей, няни мужа. Ну и, собственно говоря, все то, что действительно создает ей еще больший вот этот успех. Мне кажется, что Аня, мать двоих детей, не совсем умеет хорошо готовить. Я думаю, у нее есть какой-то личный повар или домохозяйка, которая готовит за нее. У Анечки все должно быть изумительно, исключительно и идеально. Посмотрим, насколько идеален вкус у этих блюд. Мне кажется, что некоторые вещи будут попробовать интересны. Разве Аня могла предложить что-то другое? Конечно, только что-то такое заковыристое и теплое. Такое хорошее сочетание слов и теплое, и с уткой, и грушей. Утку я люблю, особенно запеченную. Не совсем понятно, зачем там будет груша. Хорошо сочеталось бы картофель. Это придало сытности этому блюду, и мужская часть нашей группы была бы довольна. Учитывая тот факт, что в наше время диплом купить можно в течение двух дней, по-моему, даже в течение одного дня. Ну, я буду рада, если Анечка все-таки его получила сама. Название, я думаю, какое-то обычное. Ничего удивительного я в этом не вижу. У мамы недавно такое ела. Ань, пожалуйста, приготовь вкусно. Думаю, что это будет очень вкусно, тем более, если приправлено грибным соусом. Я бы, честно говоря, отнес бы это к закуске, а не к основному блюду. Надеюсь, грибы ты сама собирала. Ну, в принципе, индейку я люблю, грибы я люблю. Ань, я даже не буду придираться, честно. Если рулетиков будет не очень много, они будут среднего размера, думаю, подойдет гарнир в виде риса или же вареной картошки. Но если их будет большое количество, мне кажется, можно обойтись и без гарнира. Боже мой, ну почему эта неделя вся с мороженым? У меня уже горло болит, не буду я есть мороженое. Хочу только клубничный суп. Не совсем представляю себе, как можно из клубники сделать суп. Чтобы клубника превратилась в клубничный суп, Аня, думаю, что будет использовать блендер. Ну, это никакой не суп, да? Это десерт. Это, скорее всего, коктейль какой-то. Суп здесь название совсем неуместное. Да еще и с мороженым. Это типа какие-то щи со сметаной. Только вместо сметаны мороженое. Мне не нравится название совершенно. Ангелина. Привет. Ой, какой тут зоопарк. Как добралась тебе? Отлично. Анечка, это тебе. Для здоровья очень полезно. Спасибо большое. Так романтично. Ну, конечно, я старалась. Да. Спасибо большое. Проходи ко мне в гости. Надеюсь, тебе понравится. Спасибо большое. Сегодня у нас заключительный вечер. И я жду от него хорошую атмосферу, позитивную, веселую. Надеюсь, Анечка нам сможет создать такую атмосферу и нам понравится. Ну, как тебе квартира? А? Ты знаешь, я дизайнера ждала, конечно, большего. Нет, когда есть деньги, согласись, что можно и такое сделать. Еще лучше. Ты понимаешь, у меня у родителей в Тамбове, в провинции, вот точно такой же ремонт, с такой же мебелью, с такими же шторами. И, собственно говоря, я удивлена. Ну, у тебя туалет на улице, а здесь подогрево. Сам ты на улице. Большая, красивая квартира, но нет какого-то домашнего уюта. Как-то не увидел я в этой квартире, чтобы баня в ней раскрылась. Больше напоминает мне такой вот отель. Свадебный альбом, а вот муж, как тебе муж? Объелся груз. Да. А? Муж-то. Ну, ты знаешь. Мужа-то надо облить. Ты думаешь? Конечно. В принципе, мне кажется, мужчина такой покладистый. Покладистый. И, собственно, двое Анют. Хорошо кладет. Анютка молодец. Алексей, привет, привет. Привет. Как добрался? Отлично. Хорошо. С цветами. Да, это тебе. Спасибо большое. Замечительный вечер. Спасибо большое. Рад тебя видеть. Взаимно. Я надеюсь, тебе сегодня у меня понравится. Все-таки вечер заключительный. Да, ждал с нетерпением. Аня наверняка приготовит для нас какие-то интересные вещи. В общем-то, итог всей нашей, так сказать, всех наших встреч будет веселым и задорным. Максим. Привет, Аня. Привет, привет. Ой, какие классные заботки. Привет, привет. Это клепа, это текила. Познакомились. Это тебе, Аня. Спасибо большое. Коронечка. Как ты добрался сегодня? Да, чего, спасибо, хорошо. Да? Дождик не испортил настроение? Немножко. Да. Ну, я надеюсь, смогу вам его поднять. Пойдем. Последний день, последний ужин. Все хорошо друг друга узнали. Узнали в том числе и Аню. Я думаю, будет атмосфера веселая и непринужденная. Ну что, друзья мои, я рада вам представить свою закуску. Теплый салат с утиной грудкой и грушами. Ой, действительно яркий. Такой же, как вот этот букет. Все выглядело красиво, все стильно выглядело. Тянуло на дорогой ресторан. Дизайн был сделан очень хорошо, достойно. Твоя профессия отражается на этой тарелке. И тарелка, да? И дизайн. Ну, конечно, Слава. А главное, посмотри, как ты сегодня у вас. Да, сочетаюсь. Я прям с твоим букетом. У меня это чутье уже. А знаете, почему я делаю леопардовый отряд? Да. Потому что я котика. Ммм. А, вот оно что. Анечка, ты знаешь, тебе идет такой цвет. Цвет хищницы. Анечка же дизайнер. Она должна знать, что леопардовый принт действительно в этом сезоне не моден. И мне немножечко удивил фасон платья, так как я считаю, что, ну, платье должно быть немножечко в тему. Вкус салата немножко меня обескуражил. Это было совсем не то, что я думал. Мне понравилась, конечно, утка. Понравился сыр, который подавался с ней. Но слишком много было каких-то непонятных листьев. Грушу я даже не попробовала. Возможно, с грушей это сочеталось бы как-то, может быть, более нежно. Но сухое мясо для меня это уже не еда. Анечка, ты большая молодец. Но, к сожалению, лично для меня утка суховата. Такой пикатный вкус. Анечка, мне так нравится твой букет. Можно я один цветочек у тебя возьму? Возьми, но тебя не смутит, если в вазе будет нечетное количество цветов. Салютно, за границей это вполне нормально. Но мы же все-таки в России. Так как я ничего не ела, я решила хотя бы украсить свою голову цветком, чтобы хоть немножечко сгладить ситуацию. Ой, батюшка. Спасибо. Спасибо большое. Алексей. Спасибо. Пирожки. Да что ты? Это же пирожки от бабушки. Опять же, она подтвердила свое дизайнерское искусство. Выглядело все очень красиво. И хотелось незамедлительно это попробовать. Анечка, солнышко, ты меня поразила тем, что ты умеешь готовить. Честно тебе скажу. Спасибо. Не знаю, как это воспринимать. Как комплимент. Как комплимент. Да, все хорошо. Я тебе очень благодарна за картофель. Я действительно очень люблю картошку. И грибы. Ты мне угодила. Лично для меня индейка суховата. Ты, видимо, всегда используешь только грудку от любого продукта. Курица, индейка, утка. Я понимаю, что это особенность мяса, но моя подруга готовит изумительно индейку. И когда я у нее попробовала, мне очень понравилось. И я ожидала нечто подобного. Меня немножечко смутил сухой вкус. И поэтому больше я к индейке не притрагивалась. А мне, Аня, картошка нравится, соус нравится. И нравится индейка, но тоже я бы вот добавил вот, мне вот жира какого-то. Вот не хватает вот немножко вот, чтобы она... Может, сало принести? А вот как вот она должна, да? Как вот тушиться. Вот она такой вот жирцой. Так индейка, она же не жирна. У грудок и у индейки. Это диетическое мясо. И не бывает. Здесь не бывает, конечно. Ну, видишь, я, оказывается, не соображаю. Вот суховатая, это понятно. Придираешься, Вячеслав, придирайся. Да, конечно, конечно. Нужно же оправдать. А, вот еще там. Смотри, а все съел. Да, все съел, так смотри. Я вегетарианец, но попробовал утку и индейку, потому что это последний день. Кто меня, в конце концов, дальше будет кормить? Званный ужин подошел к концу. Тут уж надо было есть все, что есть. Хоть и мясо чуть-чуть суховато, ну, как бы... Специфика мяса. Да, это специфика мяса. Вот, но так как есть соус, отлично получается сочным кусочком. Вообще, я не был удивлен, что ты такая хозяйка и такой кулинар. Мне сейчас покраснею, Леша. Так что, мне кажется, бледу далось. Спасибо большое, спасибо. Надо выпить. Очень приятно. Давайте. Ой, не говори, давайте. За хозяйку. Я не могу успокоиться, потому что Анечка все это сама приготовила. Поэтому не хочешь за Аню выпить. А ты успокойся. Да не могу, я. Аня была хорошей хозяйкой. Но мне так показалось, что хозяйка, она была, в принципе, первый раз. То, что она действительно сама готовила, она переживала за свои блюда. И я думаю, что хоть Аня и часто принимает гостей, она не так часто готовит. Ну что, ребята, я пойду за развлечением? Да. Ждем? Давайте. Будет либо петь какой-то известный артист, либо это будет группа танцоров. Она должна танцевать в красивом платье, с голым животом. Ну, собственно говоря, не удивлюсь, если нам прочитает стих или станцует ее дочь. Скорее всего, мы что-то будем либо украшать, возможно, лепить, либо что-то разукрашивать. Так как у меня двое деток, нам подарили на день рождения эту игру, я скажу честно, мы все забавлялись и игрались, бросили все стол праздничный торт и бегали за этим пеликанчиком, ловили шарики. Вот сегодня хочу предложить и вам, раздам всем сачки. Вот мне красненький. Нет, пожалуйста, красненький под рубашечку. А мне тоже. Серененький под цветочек. А мне. Вот, мне кажется, тебе вот такой, а тебе вот такой. Да, зеленый. Кто больше наловит шариков, тот и победитель. Ну что, готовы? На старт, внимание! Поехали! Поехали! Развлечение было веселое. Мне нравятся спортивные игры. Это была и спортивная игра. Ну, было забавно. Конечно, мне было весело, потому что мы с так называемыми уже друзьями находились вместе, занимались этим делом вместе. Мне было весело, но было не очень интересно. Мне увлекло развлечение, так как это детская игра, и все мы в душе дети. Конечно, это очень весело, смешно. Но это очень просто. Это любой может поставить этого, как его, пеликана, и будет он плевать, и все остальное. В такую игру я играю дома, со своим ребенком. И для меня это не развлечение. Это развлечение для моей двухлетней дочери. Ну что, подводим итоги? Так, Максим, сколько у тебя шариков? Восемь. А ты сколько поймала, Ангелина? Семь. Леша? Пять штучек. И Слава? Четыре. Ну и кто победитель? Леша. Леша. Он Чапаев. Макс. Победитель. Макс. Макс. Маммитель. Когда Аня преподнесла мне подарок в виде какого-то там фонарика, я не воспринял это серьезно, потому что, я думаю, подарок был, честно, символический. Игра же была детская. Очень приятно было получить подарок, не только мне, я видел по лицам своих друзей. Я не люблю, когда меня покупают. Я считаю это подкупом. Ну что, мы развлеклись, теперь очередь десерта. Да, я побежала. Давай. Ждем. Близится решающий момент. Близится решающий момент. Совсем скоро выяснится, кто из героев получит вожделенный титул лучшего хозяина. А пока в центре внимания Анна Котикова и ее десерт. Клубничный суп с мороженым. А вот и я. Матушка. Спасибо. Матушка. Это просто наша матушка. Десерт выглядел симпатично, красиво, но десерт очень похож на десерт у Ангелины. Но у меня, Анечка, прости ради бога, чисто вот как шутку восприми. Борщ со сметанкой. Ну правда, так оригинальненько, Анют. В качестве дизайнерского решения очень оригинально. Мне даже не хотелось прикасаться к нему, потому что настолько все красиво. Жалко портить. Ну да, просто не хочется нарушать. Борщ со сметаной портить жалко, я тебя умоляю. Она мне за всем гумстит, сто процентов. А ты как дурак. Девочки, десерт там не бросаться. За сегодняшний вечер я заметил, что между Аней и Ангелиной постоянно вспыхивали какие-то перепалки. Но мне кажется, что это происходило просто потому, что Ангелина уже чувствовала себя как рыба в воде в нашей компании. И Аню она видела просто конкуренткой. Миндальная стружка, возможно, была не к мисту, но она не испортила вкус. Мне, в принципе, понравилось. Мне вот так кажется, сейчас так пасмурно за окном и задувает ветер. Вот, возможно, холодно не так хочется, но, признаться, вот если по самому блюду, меня за уши не оттянешь. Очень вкусно. Десерт по вкусу был вкусный, замечательный. Хорошо и в жаркие дни. По вкусу хорошо. Это была обычная клубника с обычными сливками. И я не знаю, зачем она туда положила миндальные орешки. Они там были вообще ни к чему. Ты большая молодец. И погода за окном меня совершенно не смущает. Единственное, что я тебе могу сказать, и я всегда говорю, все минусы за столом. Немножечко может быть простовато, но мне понравилось, и десерт лично для меня был идеальным. Ну, такое впечатление, что я его ел в первый день. И, конечно, вот меня шокировало название суп. Мне кажется, не надо было. Суп, а потому что суп, вот предположение, что суп уже, что это какое-то горячее. Ребята, дело в том, что это итальянское блюдо, это его правильное название. А, суп. Клубничный суп. Это придумала не я. Клубничный суп, это просто название. На самом деле, это обычная клубника, измельченная в блендере, и все. Так как клубника сама по себе прекрасна, это здоровский вообще продукт, и который продукт я люблю и уважаю. Вкус изумительный. Нечего больше добавить. Здорово. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, я смотрю, судя по лицам веселья, в самом разгаре. Да. В пятницу такое бывает. Вы готовы к самой захватывающей части нашего шоу? Конечно. Церемонии объявления победителя. Да. С нетерпением жду. Да. Тогда я попрошу сделать вас финальный шаг, оценить по достоинству гостеприимства Анны, и жду вас на церемонии объявления результатов. Я думаю, Алексей поставит мне высокую оценку. Мне показалось, что ему все понравилось, он был восхищен. Сегодняшний вечер мне показался идеальным, в меру изысканным, интересным, веселым, но не хватило какой-то маленькой изюмники. Максим, я думаю, поставит оценку не больше 60 баллов. Он придирался, ему что-то нравилось, что-то не нравилось. Особо не впечатлила кухня, опять было много какой-то травы, листьев непонятных, и не особо устроило развлечение, оно было слишком детским. Я думаю, Вячеслав мне поставит довольно-таки высокую оценку, может быть 90, может быть 80 баллов. Мне кажется, мы начали понимать друг друга, и нам стало интересно. Мне понравилось, что было суховато мясо, не очень вышибало название суп на десерт, я не привык к такому названию. И десерт был простоват. Ангелина ко мне очень воинственно настроена, ей все не нравится. Поэтому больше 50 баллов, может даже 40, я от нее не жду. Я не люблю пафос, не люблю напущенность, и я считаю, что Ангелин не искренний человек, и мне было все равно, что было на этом вечере. Старания последней хозяйки недели гости оценили всего лишь в 211 баллов. Приближается момент истины. Я уверен, что наши участники с нетерпением ждут той минуты, когда я назову имя лучшего хозяина этой недели. Но прежде чем это произойдет, давайте узнаем, кого сами герои считают достойным этого гордого звания. Я не хочу себя хвалить, но самый достойный ужин был у меня. Победит Слава. Я буду рада за его победу, потому что это действительно было весело, это было классно. Победит Аня, потому что любая деталь в ее интерьере, в ее гостеприимство, думаю, что безупречна. Мне бы очень хотелось, чтобы победила я. Я очень старалась. Мне кажется, все прошло великолепно. Мой вечер был самым интересным, насыщенным и по действию, и по блюдам. И, мне кажется, победа будет за мной. Друзья мои. Да. Ну что, вы опять все в сборе. Да. Я так думаю, что каждый из вас очень хочет узнать, кто же сегодня станет лучшим хозяином недели. Конечно. Да? Конечно. Тогда я объявляю церемонию награждения открытой. Итак, на этой неделе на пятом месте Анна. У нее 211 баллов. Признаю, что такой результат впервые в нашем шоу. На четвертом месте с результатом 240 баллов Алексей. На третьем месте с результатом 260 баллов. Слава. Ура! Итак, на втором месте на этой неделе с результатом 280 баллов Ангелина. Ура! И на первом месте Максим. У него 290 баллов. Ура! Ура! Максим становится победителем и завоевывает почетное право называться лучшим хозяином недели. Ваши аплодисменты. Ура! Ура! Я поздравляю Максима и вручаю ему сертификат на получение приза от программы «Званный ужин». Максим, мы дарим вам кухонную плиту, которая станет вашей незаменимой помощницей. Спасибо. Поздравляю вас. Молодец. Ребят, скажите, а можно я задам вопрос Ангелине? Мне хочется узнать, сколько баллов ты мне поставила? От тебя сегодня веяло уж очень сильно враждой. Ну-ка. Сколько баллов ты мне поставила? Только очень честно скажи. Ты думала, я сейчас буду врать? Молодец, Ангелин. Завидуй молча. Да. Завидуй молча. Завидую? Ты же худее меня, богатее, чуть-чуть не позавиду. Ангелин, я тебя умоляю. Если бы завидовала, ни за что не призналась. В любом случае, вы повеселились, вы покушали. Ну, вы, наверное, узнали, кто есть на самом деле в жизни. Это точно. Столько лицемерия я в жизни никогда не видела. Я хочу сказать, что Ангелина все это время говорила, что Слава и Максим реально занижают отцом. Реально. Я была уверена, что ты Слава и Максим. Она говорила, занижай им баллы. Она это говорила. Вчера была ситуация, мы с тобой ехали, ты говоришь, блин, Аня, как я хочу победить. Мне нужна... Аня, потому что хотела бы ту малютку отдать эту плиту. Ну, Анна, ты о чем вообще? Хорошо, Ангелин. Если бы я ее выглядела, я бы ее сейчас отдала. Хорошо. Она не нужна. Мне, когда ситуация-то началась, было очень неудобно, неуютно, я не знал, что делать. Если женщины дерутся, лучше в драку не вступать. Я очень рада, что победил. И я очень рада. Я хотела, чтобы победил Слава. Слава, честно тебе говорю. Свои заговоры прошли мимо и ушли к тебе в большую задницу. Я очень рада. Слушай, а моя большая задница мне столько рада. Пожалуйста, обуйся и пройди на выход. С удовольствием. Пожалуйста, сделай это. Ты что, муж не дует, говорят? Ой, бедняжка. Давай. В сложившейся ситуации я думаю, что Ане стоило корректнее себя вести, а Ангелине стоило все-таки подумать, что она делает, вероятно, неправильно и, возможно, даже гнусно. Анюшка, если ты меня выгнала из своего дома, что ты такая звезда, слов больше нет. Ты для меня просто подстилка, понимаешь, которая приехала здесь. Очень хорошо, ну, умничка, браво. Лицемерных людей я в своем доме не переношу. Вслед я получила оскорбления, маты, ну и все прочее, что свойственно женщине-таксисту. Ей нужно было как-то самоутвердиться. Она не получила первое место, нужно было отыграться на мне, хотя не я выиграла. Друзья мои, все в жизни происходит. Это шоу. Игра, конечно. Да, люди, которые будут вас смотреть, они оценят это совсем по-другому, я думаю. От себя могу вам пожелать здоровья, счастья, удачи и побольше хороших, добрых и честных гостей в ваших домах. Спасибо. 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 Мое четвертое место в некоторой степени я расстроил, но я не рвался за победой. Я воспринимаю свое пятое место как первое. Конечно, я рад, что я победил. Я очень сильно сомневался в своей победе. Я считаю, что Макс не совсем заслуженно победил, но я поставил ему 90 баллов. Меня это устраивает. Я бы, честно говоря, дал бы первое место, разделил между Ангелиной и Аней.